Всем привет! Меня зовут Наталья Рождественская, я консультант проектов бизнес-инкубатора «Ингрия», и я вас приветствую на очередном выпуске подкаста «Ингрия Токс». Сегодня у нас подкаст рубрики «Мед не мед», поэтому со мной наши постоянные гости Алексей Козлов, CEO проекта «Хабилект». Леш, привет! Добрый! И Ксения Насонова, специалист по интеллектуальной собственности. Ксения, привет! Добрый день! Готовясь к сегодняшнему выпуску, мы хотели обсудить вопросы инфраструктуры поддержки и привлечения финансирования в медтех, ну как инвестиций, так и грантов и таких мер поддержки, как беспроцентный займ и налоговые льготы. И мы просили проекта рассказать о своем опыте. В процессе мы увидели разные подходы к теме. Большинство опрошенных проектов воспринимали получение грантов как работу, а не как средство достижения конкретных целей своего проекта. И Леша, собственно, первым обратил на это внимание. Алексей, расскажите нам, что вас зацепило вот в этих ответах и что есть экологичный подход в рамках развития своего медпроекта? После того, как мы вчера это обсудили приватно и после того, как гнев уже отработан, да, теперь про это уже можно говорить спокойно. Первое, что резануло слух, отношение к грантовому финансированию как источник постоянного дохода. Что с моей колокольни в корне неверно, потому что если у тебя не сходятся финмодели, не сходятся работы, и тебе для того, чтобы существовать, нужно постоянно искать внешнее финансирование, будь то грантовое, будь то инвестиционное, это жесть, потому что это не продукт рыночный, это продукт инвестиционный, и его нужно честно так и готовить, так и позиционировать, например, для будущей работы и будущих покупателей. А какие признаки грантаежки? В первую очередь то, что... Симптомы. Симптомы грантаежки. В первую очередь то, что они все прекрасно знают, когда выходят какие... Сроки подачи заявок? Сроки подачи заявок. Для меня красным флагом в одном из питчей, которые нам прислали, стало то, что человек заявил в чистую, в открытую о том, что вам пришлют заявку, она не будет соответствовать вашей компании, но вы поправьте, и все будет хорошо, там все уже к этому привыкли. В смысле? Адаптируйте. Адаптируйте, да. Вариантов миллиона маленькой тележки, но это натягивание совы на глобус. То есть если ты не можешь соответствовать этому гранту, не можешь соответствовать этой субсидии, не можешь соответствовать этой программе, не нужно притягивать то, что не натягивается. Например, создаете какую-нибудь субстанцию, лизотоп там, или еще что-нибудь, и внезапно выходит классный вкусный грант на ИИ. И вы такие, так, быстро нужно здесь нарисовать ИИ, а давайте у нас ИИ будет что-нибудь анализировать, мы его как-нибудь там внедрим и так далее, и они получают грант на ИИ. Прекрасно. Зачем? Непонятно. Точнее, понятно, зачем люди привыкли к своему, так скажем, уровню комфорта и жизни и хотят его поддерживать. Если вы вписываете в проект то, чего у вас нету, если вы по этому пункту будете отчитываться, у вас будут проблемы, спросить могут, и могут спросить те, кто запускает всю эту историю, если идет проверка. Если мы видим человека, который раз за разом подается условно на один и тот же грандбординг, который он знает, как работает, например, уже получал один, второй, третий раз, то цель создания его следующего продукта – это не получить продукт, не получить технологию, а получить финансирование конкретного учреждения. Соответственно, что мы видим? Человек делает первую компанию, делает какую-то первую технологию, получает на нее грант на развитие. Часто по грантовым историям отсутствие результата, кстати, тоже результатно, об этом тоже помните, особенно если это грант на НИР. Если честно отчитываетесь, не придется оправдываться. Вот закон простой. Если этот человек создает очередную технологию, получает грант, он не заинтересован в развитии технологии. То, за что часто гнобят российский бизнес, это то, что у нас умеют изобретать, но не умеют коммерциализировать. На самом деле, во многом правильный постулат. А здесь получается именно такая история. То есть вы что-то создали, допустим, оно даже нужное, положили на полку, потому что оно больше вам не интересно, вы получили уже за него деньги. Вы создаете следующую историю для того, чтобы получить условно те же самые четыре мульта мульта от Бортника, потому что вы понимаете, что у вас уходит, например, на подготовку такой штуки полгода, вам нужно два с половиной, полтора землекопа для того, чтобы это все запустить. Отлично, у вас остается там условно два с половиной мульта на себя на следующий год-полтора жизни. Все довольны. Добавлю к этому колесу Сенсары. Есть в том числе серийные изобретатели, которые действуют по этому же механизму, но они отчитываются по уже сделанному. Это очень удобно в плане готовой отчетности и результат гарантирован. Соответственно, гранты, полученные по уже сделанному, они пускают на новые, которые пилят, пока отчитываются по старому. И вот эта цепочка реакций очень интересная и, в принципе, даже видна по патентам. Там можно найти как раз вот таких серийных предпринимателей. Моё мнение, такой подход портит всю инфраструктуру, портит отношение к проектам, портит отношение к фондам, эксцелерационным программам и так далее. Я повторюсь, если это не сама стратегия, то есть если вы создаете проект изначально нацеленный на будущую продажу втридорога, это понятно, что вам это необходимо. То есть вам нужно увеличивать капитализацию, в том числе с помощью привлечения заемных средств, которые вы потом покажете радостно фонду или инвестору, который скажет, классно, вы и там работали, и там работали, значит, вас верили, то есть у вас будет плечо доверия здесь в виде тех инструментов, которыми вы уже работали, чтобы вас уже кто-то поверил до этого и вкладывался. А куда смотрят эксперты при одобрении заявки, при проверке отчетности таких стартапов? Не будем называть конкретные учреждения и конкретные программы или фонды, Но на моей памяти у нас был эксперт, который выступал, когда мы подавались на одну из акселерационных программ, у нас были абсолютно конкретные задачи, в которых мы с этой программой хотели участвовать. Нас судил эксперт патологоанатом. Если все помните, компания Хабелек, да, это то, чем мы занимаемся, это реабилитация, биомеханика движений, что угодно, но движений. И, собственно, вроде как бы разумный наш вопрос, простите, а почему эксперт у нас, мягко сказать, непрофильный? Нам сказали, что мы ничего не понимаем, и сняли с конкурса. Финита, классно. То есть лишние вопросы еще ведут к отзыву заявки? Могут быть, да. Люди вообще не любят, когда ты им задаешь неудобные и нехорошие вопросы, на которые они не хотят отвечать. То есть идеальный вариант – молча подавать заявку на ИИ и ждать решения? Если это цель. И соглашаться на патологоанатома. Опять-таки, просто смотрите, здесь какая ценность. Если вы подаетесь и потом вешаете себе условно на флаг, что вы победитель этого конкурса, что вы победитель акселератора и взяли эту грантовую заявку, когда-нибудь, когда вы станете большой, страшной, крупной компанией, вас же спросят, а что вы там делали? Какой-нибудь журналист, если вы станете прям настолько интересной фигурой, подумая, что сейчас напишет что-нибудь хорошее про историю успешного успеха, а увидит то, что вы вообще ай-яй-яй что творили, и тогда вопросы будут уже не у журналистов, а у прокуратуры. Напоминает биографию Стива Джобса. Я бы сказал, что биографию напоминает, но нам сейчас нельзя про это тоже говорить. Мы сегодня безумен, но наим. Ксения, а что ты скажешь про экологичный подход к работе с грантами? На самом деле, очень интересный вопрос. Ко мне приходят люди, которые горят в своей идее. Да, бывают ситуации, когда им нужно отчитываться прям срочно сразу по гранту, но я чаще всего в этом вижу скорее какую-то неприспособленность к отчетности, нежелание заглянуть вперед, когда они получали грант. Были ситуации, когда мы подавали заявку на патент за одну ночь, чтобы просто было подтверждение, и люди могли этим отчитаться. Это, конечно, ненормальная ситуация. Все должно идти своим чередом и четко быть просчитано. Все чаще сейчас подаются на гранты. Я считаю, это большой плюс, что при отчетности в грантах требуют хотя бы подтверждения подачи заявки на интеллектуальную собственность. Это какой-то такой маркер. Плохо так говорить, но в настоящее время инновационности. Ну, хоть какой-то критерий, какой-то мерило, которое можно хоть как-то соотнести. Я мало работаю именно с финансированием, в большей части с отчетностью. И по поводу фондов могу сказать, что иногда эта отчетность, конечно, избыточная. На моей практике тоже были случаи. Например, российский экспортный центр, они давали не очень большие суммы как раз по субсидиям, по расходам по патентованию. Но при этом там какое-то было катастрофическое количество отчетов, всевозможные формы в 12 экземплярах, в 12 видах, сбоку, сверху и так далее. И однажды я оформляла это, я сама просто взвыла, при том, что я привыкла к бумагам. Увидев на одной из конференций представителей из этого фона, я говорю, у вас даже примеров на сайте нет, как это все заполнять. На следующий день лично мне в личку прилетели эти примеры. Раз уж мы пошли по именам, можно я продолжу? Казначейство. Деньги дает не само казначейство, естественно. То есть мы получили субсидию Минпромторга, и для того, чтобы получить государственные деньги, у вас должен быть казначейский счет, на который перечисляют. То есть вы эти деньги не видите и не трогаете, они не попадают вам на расчетный счет, они на вашем казначейском счету. То есть у вас их нет на банковском счету, вы их не можете просто взять и перевести. У вас есть отдельный казначейский счет, у вас есть отдельная работа. То есть, грубо говоря, это такие же платежки, платежные поручения, как вы отправляете в своем банк-клиенте на исполнение, только не в вашем банк-клиенте. И денег на вашем казначейском счету нет. И если тот, кто запустил всю эту историю, подтверждает правильность выполнения условий контракта, по которому вы работаете, казначейство вам перечисляет деньги. Вы когда-нибудь брали субсидию так, чтобы вам казначейство платило? Так вот, я вам расскажу, что это такое. Вы заходите на сайт, казначейство, на котором написано все проще, чем кажется. Это их слоган. А дальше вы окончаете инструкцию, как пользоваться, следующей инструкцией, и инструкцию со ссылками на инструкции про каждый раздел, который вам нужно собрать. Любые попытки взрослого, спокойного человека задать вопрос будут встречать абсолютно полное непонимание, кто ты, что ты, зачем ты, по какой форме нужно что-то собрать, какую там закорючечку где-то подать. Отдельный кайф – это когда вы подаете документы на открытие казначейского счета, потому что там, я не шучу, вам присылают форму, которая уже устарела. Вы с ней приезжаете заполненный правильно, красивый, аккуратный, да, там 23 копии, 100-500 вариантов, и выясняете то, что форма не та. Вы получаете новую форму, едете обратно, потому что подавать это все нужно лично, ну, можно и курьером, да, но, в общем, лучше лично, меньше возможности потом еще раз туда ехать. Вы приезжаете туда еще раз уже с новыми формами, вам отказывают, потому что у вас, например, стоит не запятая, а точка, или не точка, а запятая. А еще там есть, например, какие-то формы, какие-то коды, которых вы даже не знаете, что это за расшифровка, она матерная или нематерная, потому что она традиционно три буквы, и вы думаете, вот этот код, где его брать, откуда его брать? Вы звоните туда и угадайте, куда вас отправляют. Ну, я могу сказать, что Red сейчас уже не дает субсидий, поэтому у меня была ретроспектива. Но на этом фоне картина выглядит вообще ужасающим. На самом деле, со стороны фондов и грантов могу сказать, что они есть, отчетность нужна, но получается, что она либо избыточная, либо непонятно, как ее делать, либо я знаю примеры, когда стартапы получали субсидию и нанимали отдельно человека, которому давали, допустим, половину субсидии ради того, чтобы он правильно все оформил бумаги как раз и подал. Более того, есть уже прослойка компании, которая оказывает услуги именно по подготовке заявки и, соответственно, по ее отчетности в фонд. С одной стороны, это требование рынка, с другой стороны, наверное, может быть, это как-то немножко неправильно. Более того, к вопросу о нашем первом выпуске, когда мы говорили про стоимость привлечения денег в том числе. Уважаемые слушатели, когда вы привлекаете какое-то финансирование, вам нужно в это финансирование заложить не только стоимость непосредственно, например, вашей разработки, зарплату сотрудников, фонд, аренду и прочее, вам, скорее всего, не дадут включить. Вам нужно понимать, сколько у вас будет стоить само привлечение и отчетность, потому что, кроме шуток, отчетность может стать достаточно существенной, особенно если вы небольшая компания с статьей расходов. Это может быть или отдельный человек, который сидит у вас на зарплате, или это может быть отдельная компания, которая у вас договор и которая выдает еще часть денег, или это может быть еще какой-то вариант более удачный, более экономный для вас. Сыр бесплатным не бывает, об этом нужно помнить. На самом деле, вот эта вот вся история с абсолютно неадекватными требованиями самих фондов и мер поддержки, когда вас требуют подачи отчетности, которая у вас, например, быть не может, часто картину, которую вижу, например, это наличие регистрационного удостоверения и продаж, вы должны понимать, что если по условиям контракта вы должны создать устройство, которое должны продать, должно быть РУ, иначе вы не продадите. Соответственно, если у вас, например, срок контракта, грубо говоря, полгода, это неисполнимый контракт РУ, и за такой срок получить не может для того, чтобы начать продажу в B2B. Соответственно, вы 100% нарушите контракт. Кто-то скажет, что все в одинаковых условиях, все будет хорошо, да ты не парься. Опять-таки, это будет, как нам мамы говорили. А если все прыгнут с обрыва, ты тоже прыгнешь? То есть всей толпой так говорить легко, но отвечать потом отдельно будет каждый за свой конкретный контракт, где стоят ваши подписи и ваши печати. Давайте поговорим-таки про фонды, которые инвестируют в Медтех. Предлагаю начать с прослушивания краткой справки от консультанта по инвестициям бизнес-инкубатора Ингрия Марии Калининой. С медицинскими проектами по инвестиционному направлению идет достаточно сложно, особенно с фондами, которые не специализируются на Медтехе. В большинстве случаев фонды и ангелы требуют наличия оборота хотя бы какого-то, и чтобы еще была динамика по периодам. В случае с обычными IT-решениями у проектов есть опция осуществить первые продажи посредством MVP. А в случае с Медтехом этапы до привлечения инвестиций увеличиваются и в сроках, и в количестве. Необходимо получать регистрационное удостоверение, проводить доклинические и клинические исследования. Инвесторы также потребуют от проекта доказательную базу того, что проект соответствует всем регулирующим требованиям. И попросят обратную связь от представителей медицинского сообщества, чтобы для себя понимать, что технология действительно значимая и принесет определенный результат в процессе лечения пациентов или иных процессов, существующих в государственных частных клиниках. Также в случае с клиниками процесс согласования самих испытаний и внедрения технологий длится гораздо дольше, чем, допустим, в тех же самых IT-проектах других секторов, где можно просто найти первых клиентов с выявленной болью и продать им минимальную версию продукта, тем самым доказав его жизнеспособность. Если в испытаниях продукта нужно участие хирургов, например, то медицинскому проекту точно придется подождать. Поэтому, как я уже сказала, процесс привлечения денег для медицинских проектов сложнее и дольше, особенно если это касается каких-то решений, которые требуют внесения изменений в текущий лечебный процесс. И поскольку проекты все равно вынуждены показывать инвесторам метрики по продажам, на начальных этапах хорошими инструментами поддержки и помощи могут стать грантовая поддержка или участие в Сколково, например. Медицинские проекты могут наравне с другими подаваться на гранты фонда «Содействие инновациям», на начальных этапах могут подавать заявку на проведение НИОКР в рамках конкурса «Старт-1», это 4 миллиона рублей, а в случае со Сколково они могут заходить в резидентуру, желательно до момента получения регистрационного удостоверения, и смогут компенсировать свои расходы или получить именно услуги, связанные с патентованием, прототипированием, участием в выставках. Также Сколково организует хорошие бизнес-миссии именно по медицинскому направлению для транслирования медицинских проектов на международных конференциях встреч, затраты на которые также можно компенсировать микрогрантами. У меня вообще создалось впечатление, что получение грантов и каких-то субсидий у нас именно для Метеха это фейк, потому что получается, что гранты получают одни и те же, разработки чаще всего не дотягивают до уровня, который хотелось бы видеть инвесторам на данном этапе, а фондам не приходит никаких других стартапов, кроме тех, что подаются и, соответственно, хотят денег. Фондам надо показывать активность, а стартапы в некоторых случаях, которые хотят грантов, получают гранты. Есть примеры выхода из этого замкнутого круга, но они почему-то получились без участия фондов. Как-то можно это прокомментировать, потому что я сижу со стороны эксперта и вижу местами только одну сторону, наверное, не очень благоприятную. Мне, в общем, на самом деле даже нечего сказать, потому что такое ощущение, что есть то, что рассказывают по телевизору, да, и то, что есть по факту. Матрица. Матрица, да. То есть как это, у нас нет проверок бизнеса, ну да, ну да. Попробуйте это рассказать тем, кто к вам пришел с проверкой, что у вас мораторий и так далее. На самом деле не берусь сказать за конкретно Сколково, хотя, конечно, по поводу успешности их бизнес-миссии у меня вопросы. Участвовали мы в таких бизнес-миссиях, у меня даже не всегда лиды были с них. Рассказывай. У нас были разные бизнес-миссии, в том числе, на самом деле, не только со Сколково, но и с тем же РЭЦ. Российский эксплуатационный центр, когда проводил бизнес-миссию, как раз начался 20-й год с ковидом. Мы должны были демонстрироваться как-то красиво. В итоге нам это все завернули на онлайн-вариант. Благо тогда весь мир узнал о том, что онлайн существует. Но что мы с Дуру ожидали, я конкретно с Дуру ожидал, от даже онлайн-мероприятий, которые делают РЭЦ. Ты сидишь, тебя как-то красиво представляет какой-то адекватный человек, глаз надетый. Антураж. Антураж, да. А в итоге выходили ребята, которые не очень хорошо говорили. Там были какие-то непонятные студенты, если они школьники, как будто сына своего или дочку просто притащили. Сказали, так, вот сейчас будет вот этот чувак, расскажи про него. То есть вступительное слово иногда даже просто пропускали. То есть, ну, хочется гордиться, наверное, в такой момент, что-то тебя представляют. А в итоге получалось то, что ты готовишься, извините, как дурак, то есть ты сидишь там весь такой красивый, причесанный, потому что тебя же по видео все оно показывает. У тебя готова презентация на фоне, комплекс включен рядышком, чтобы если что камеру быстро повернуть и показать. Трансляция. Несколько файлов открыт для того, чтобы можно подключить к стриму их было. А в итоге там появляется чувак непонятно какой с отвратительным звуком вот в таких наушниках, который говорит, вы на мероприятии Российского эксплуатного центра начинаете говорить. Я такой, типа, а можно хотя бы два слова, с кем мы разговариваем, потому что не всегда мы заранее знали даже, кто с той стороны. Из всех этих мероприятий было, ну, наверное, не знаю, льда два. Это, с одной стороны, неплохо, но, с другой стороны, качество этих льдов было настолько низким, что часть таких встреч заканчивалась минуту за три. И нас подключали. Я такой, коллеги, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, чтобы я знал, что мне рассказывают. То есть вы врачи, вы руководители клиник, какое отделение, реабилитационная ли, хирургия ли, травматология ли. Или непрофильная, прям совсем. И идея была в том, что вроде как нас выбирают, то есть конкретные проекты выбирают для разговора. А когда я спросил об этом у принимающей стороны, они такие, а нет, нам бы сказали, мы вас соединили, общайтесь, вы похожи. А соединяли, видимо, из раздела типа, о, смотри, 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 и там, и там медицина написана, пусть говорят. Ну, вы поняли, да, что Лёша вообще любитель задавать неприятные вопросы, неудобные. Да, вопрос как, зачем и для чего, это, оказывается, самые неудобные вопросы. Сказка под названием «Ваши ожидания, ваши проблемы». Сколково, что действительно делает круто, какое-то время как минимум делало, это совместные мероприятия. Они, к сожалению, не всегда прям профильные, особенно это касается медтеха, то есть вас могут привезти, например, на выставку здравоохранения. У вас будет стенд такой же, скорее всего, как у всех остальных, и он не факт, что вам подходит, если у вас, например, габаритное оборудование, вам нужно там что-то еще. Но, как минимум, у вас будет место на выставке, на которой достаточно дорогая аренда, откровенно говоря. Там немногие себе могут позволить встать просто даже, потому что аренда квадрата там действительно стоит дорого. А арендовать какой-то неинтересный стенд бесполезно, потому что там будут все самые монстры с офигенными стендами, очень красивыми, многоэтажными, например, и так далее. Это, естественно, очень крутое мероприятие. Но эффективность этого мероприятия только на вашей совести. Вы там никому не нужны, и вас там никто не ждет. Поэтому это чисто ваш косяк, если вы приедете с такими же завышенными ожиданиями, как, например, я. Да, ну как же, мы же здесь приехали, ну вот про нас же сейчас будут рассказывать? Нет, не будут. Нам скажут, у вас есть время, идите, рассказывайте. Иногда бывает такое, что к вам приведут интересных специалистов, топов и так далее. Но чаще всего это все на вашей совести. Поэтому если вы приехали на стенд стандартной застройки, стул, тумбочка, у вас там есть максимум логотип, и больше вам ничего не положить, кроме листовок, пожалуйста, не ожидайте и не вините потом никого, что у вас прошла выставка мимо, и вы там 100% потеряли деньги, к минимуму, на собственную оплату труда. Да, и вашей коллегой туда поехал и на раздаточку, потому что грошится на такой выставке. Важный момент, про который сказал сейчас консультант Ингри, о том, что вы можете получить компенсацию за регистрацию, за мероприятия, за бизнес-миссии. Вы можете получить, и вам никто этого не гарантирует, если что. Поэтому, опять-таки, внимательно читайте, на что вы подписываетесь. Мы одно время получали возврат, например, мероприятий «Сколково». Это действительно было чертовски удобно, потому что мы могли себе позволить очень большое количество мероприятий, так скажем, узкоспециализированных, на которых у вас нет общего стенда со «Сколково», но при этом вы на них попадаете. Цена этого была, в первую очередь, это размещение логотипов «Сколково» на презентационных материалах, которые вы заказываете для этого мероприятия, на стенде на самом. Вы должны полностью соответствовать правилам «Сколково», то есть у вас должен быть, как минимум, логотип на сайте, в футере и так далее. Пожалуйста, знакомьтесь, список иногда обновляется, за этим тоже нужно следить. В какой-то момент, например, мы перестали даже подавать заявки на возврат, потому что до этого схема, работающая несколько лет абсолютно исправной, на которую мы зачем-то начали рассчитывать и включать ее в том числе в бюджетирование, и понимать, что вот у нас есть там условно два рубля на выставке, из которых рубль закроет нам «Сколково», вот мы радостно ошиблись, и этот рубль мы не получили обратно. Поэтому у нас был провал по финансированию, потому что нам не вернули деньги. Мы не почитали до конца бумаги, то есть мы прочитали требования, которым мы должны соответствовать, мы их радостно вроде как бы выполняли, и до этого все было хорошо, а потом нет. Нам отказ в возврате финансирования по, для нас оказалось формальным причинам, неисполнение каких-то мелких пунктов договора, на которые мы раньше не прощали внимания, и «Сколково» раньше на них не прощало внимания. Дело не в тебе, дело во мне. Типа того, да. При том, что на самом деле в нашем случае, например, эти требования были неустранимы абсолютно. Это было мероприятие в Москве, мы просто арендуем офис Москвы, мы не открывали дочку, мы не открывали филиал и так далее. И от нас «Сколково» требовало местные поездки, оформление командировки, местные команды из Москвы на местную уже выставку в Москве. Мы для этого команду в Москве делали, для того, чтобы они могли быстренько закрывать столичные вопросы, потому что Москва в три раза больше в Питере, да, и, соответственно, денег там, очевидно, больше. Но когда бухгалтер узнал, что ему нужно делать, и мы посчитали, во что нам это обойдется, мы решили, что нам, в общем-то, дешевле не сходить с ума и не нанимать еще нескольких бухгалтеров для того, чтобы делать вот именно такую кипу бумаг. Это я, когда еду на машине из Питера в Москву и, наоборот, вижу в объявлении чеки и квитанции командировочные. Да-да-да, вот именно туда. То есть вам могут вернуть по этим чекам, квитанциям. На самом деле касается то же самое и поездок. Обращайте внимание на них. То есть если организуется бизнес-миссия в другие страны, особенно вам могут вернуть, например, проживание, вам могут вернуть даже билеты, вам могут вернуть многое, но не все. Но обращайте внимание, то есть если вас кто-то берет с собой на выставку, это не значит, что за вас вообще прям платят, как будто, я не знаю, что, ну как это называется? Молодость ничто не вернет. Молодость, нервные клетки и казенные деньги никто вам не вернет. Касательно, например, того же Reds, мы отказались от нескольких крупных интересных мероприятий. Там была гарантия того, что мы должны вернуть деньги, процент от застройки. Сидели на чемоданах, мы все еще не знали конечную сумму. И нам такие, мы под вас уже там все построили, мы говорим, отлично, а сколько стоил стенд-то весь, нам сколько вернуть? 10 долларов, 20 долларов, 20 тысяч долларов, 20 миллионов долларов. Вы же как бы требуете, чтобы мы подписали контракт, в котором, грубо говоря, денег... Забыли вписать сумму, да? Да, забыли вписать сумму, но ты под этим должен подписаться, почти как под завещанием. Из знакомых, кто туда ездит, у вас пользовалась эта программа, инициативно вернули деньги. Это были подъемные для них деньги, к счастью. Для нас они были бы тоже подъемные, но ребята рискнули, мы так работать не любим и не умеем. Подписывать бумаги, когда ты не знаешь, сколько ты должен, потом будешь в конце квартала, как это... Или заправляешь машину, или ты сегодня обедаешь, да? Вот чтобы такого не было, ты или платишь сотрудникам, или платишь аренду, или ты платишь РЭЦу. РЭЦ потом спрашивать не будет, где деньги ЗИН. Разговор будет, скорее всего, очень короткий и малоприятный. Сказали ли мы все, что хотели? Может быть, еще какие-то фонды подсветим? Из моей практики я работала в венчурных фондах для медтеха. К сожалению, в России фондов практически нет, негосударственных. Вообще нет. Да, и это проблема. Я был экспертом в двух фондах. Один международный, но он уже, естественно, в России не работает. А второй фонд на стыке техники, военной составляющей и IT. И вот если умудряется стартап попасть в смежные три кружка, он может получить какое-то финансирование. Но при этом в венчурном фонде, естественно, есть экспертиза, которая может проект дисквалифицировать уже на первом этапе. И, конечно, есть проблемы с финансированием. Но вот поднимаясь на все это ситуации, которую писал Алексей, я не хочу заканчивать на какой-то депрессивной ноте. Мы, на самом деле, сейчас проходим тот путь, который прошел мир, наверное, лет 5-7 назад. То есть это нормальная ситуация, когда есть грантоежки, когда 90% стартапов — это шелуха, и они умирают на стадии именно каких-то грантов и субсидий, не добираясь вообще до рынка и до каких-то больших инвесторов. Но сейчас вот я наблюдаю в венчурных компаниях, которых у нас вообще я куда-то наплакал, и в больших предприятиях, которые могли бы дать финансирование. Одно из препятствий — это скепсис в плане того, что... Ну вот еще одни хотят денег, не пойми под что, а может быть идея хорошая, но они ее плохо завернули. То, что вот я наблюдаю в фарме сейчас, есть несколько проектов с индустриальными партнерами, крупные предприятия приходят в госучреждения, они там ищут не денег, потому что деньги у них есть свои собственные, они там ищут какую-то площадку как раз для клинических исследований, для научных разработок. С одной стороны, нам не обойтись без фондов и без 90 тех процентов, которые будут отмирать и будет выкристаллизовываться что-то, что будет двигать вперед. С другой стороны, нам придется с этим разобраться и ковыряться, и на уровне экспертов, инвесторов, и на уровне еще каком-то, и нам все равно придется наблюдать даже в медийном пространстве каких-то людей, которые ходят со своим непонятным стартапом, привлекают внимание, но мы считаем, что он по каким-то причинам не очень. Но у нас, наверное, и Стив Джобс когда-то с этого начинал. По общаге ходил, предлагал свой алгоритм сортировки песен, который потом в итоге вылился в iPod. Все так, только не надо забывать о том, что если вы будете ходить и всем предлагать какую-то свою идею, вы станете как Стив Джобс, это такая же ошибка выжившего, это не имеет никакой корреляции. То есть главное, то, что вы делаете, планомерно развивать, должен быть план развития. Соответственно, возвращаясь к теме, если через полгода должен быть какой-нибудь мега-станок, на которого 100% нет денег, нет помещения и нет оператора, например, вы понимаете, что у вас есть потребность в деньгах. Вы приходите, и вместо того, чтобы носиться по всем подряд акселераторам, рассказывать небылицы, поднимать деньги непонятно подо что, на самом деле вам нужен станок через полгода для того, чтобы все запустить, или лаборатория, или еще что-нибудь, или клин-испытание, да вы понимаете, что вам на клин-реке нужна будет кругленькую сумму, которой у вас нет, то будьте честными, ищите деньги под то, что вы поднимаете, делайте запрос к фондам адекватный, и тогда с вами будут работать адекватнее, потому что ложь, она все равно вскроется где-нибудь там на каком-нибудь перекрестном интервью, и вам будут задавать одни и те же вопросы, не думайте, что вам задают одни и те же вопросы, потому что там все дураки сидят, нет, это почти перекрестный допрос, и не дай бог вы там где-то спалитесь. Кто-нибудь из команды обязательно будет участвовать в этом интервью, не только с гендиром, который все там молодец придумал, да, возьмут главного технолога, который скажет, у нас через полгода запуск производства, мы не готовы. И как вы думаете, вам дадут деньги, если гендир соловьем распинался, как все классно, главный технолог сказал, что дедлайн полгода, а потом финита, все как бы. Естественно, нет, поэтому говорить правду легче, чем пытаться всем одновременно одинаково врать. Я уверен, что у вас тогда будет гораздо больше шансов закрыть конкретную потребность с фондом и так далее. Возвращаясь к тому же, сколько у нее действительно есть финансирование, вы действительно можете вернуть финансирование, можете взять грант. Программы бывают разные, в Москве, в Питере и так далее, есть свои грантовые истории в разных регионах по-разному, у разных регионов свои какие-то приоритетные разделы, приоритетные отрасли, в которых они дают охотнее деньги. Но в общем и целом, если у вас есть конкретная потребность, и вы ее понимаете, вы ее можете подсветить и доказать то, что с закрытием этой потребности вы станете быстрее, выше, сильнее, с инвесторами вы станете дороже, отлично, тогда ваша потребность будет, скорее всего, радостно закрыта, потому что вы показали себя как профессионал, вы знаете, что вы делаете, вы знаете отрасль, в которой вы работаете, вы можете в этой отрасли развиваться дальше, и это сделает для вас больше хорошего, чем если вы будете конопатить людям мозг. По поводу фондов и грантов, я бы рекомендовала все равно туда ходить, это бесценный опыт и в юридической части, по питчам, по практической части, по пониманию того, откуда берутся деньги, и как за них надо отчитаться. Но должно быть у стартапа четкое понимание, что если мы идем в какой-то фонд, особенно в вечерный фонд, где есть своя специфическая экспертиза, просто так зайти с улицы мы не можем, мы должны как минимум соответствовать его тренингам, а как максимум, к сожалению, иметь там какого-то знакомого, который бы немножечко сгладил углы, особенно в беседах с руководством. Как правило, индустриальные партнеры не проводят или очень редко проводят открытые пичи, и, соответственно, будет все выглядеть как в сериале «Силиконовая долина», когда они ходили по инвесторам, это был, по-моему, четвертый сезон, и всячески им набивали цену, а потом инвесторы узнавали, они несколько компаний зашли и все равно им всем разом отказывали. Такая тоже ситуация бывает. Недавно читала Женины истории, и был момент, когда человеку с хорошей идеей отказали, как раз потому, что он в зуме сидел 4 часа, обсуждал с инвестором все свои дела, и, казалось бы, вот она, удача, они подписались, но он забыл вовремя выключить звук и камеру вообще выйти из зума, и, закрывая компьютер, сказал, «Как мне надоели эти козлы, но они дают денег». Ну, это полный фейл. Эти ребятки, держите свои эмоции под контролем, и надо понимать, что это не козлы, это люди, будущие ваши партнеры, с которыми вам еще работать. И психологический аспект, конечно, тут, наверное, 50% составляет. То есть, возвращаясь, путь долгий, без фондов, венчурных фондов, без грантов, без походов нам не обойтись, потому что смысл стартапа, что он голодный, нищий, но с идеей. Но вот сейчас реалии таковы, что нам приходится ходить по фондам и по грантам. У нас в стране есть фонды, которые позиционируются как фонды, которые инвестируют в медицину, там, например, «Геном Кэпитал». «Геном Кэпитал». Могу сказать из практики, что к ним, когда приходят именно с фармсубстанции или с какой-то биотехнологии стартапа, они его слишком критично рассматривают, на мой взгляд, слишком критично, и, соответственно, выхлоп получается в основном стартапами, которые имеют составляющую ИИ, искусственный интеллект, потому что все происходит быстрее. Это разработка и поиск каких-то субстанций, и пруфов концепта доклинических исследований, преддоклинических исследований с участием математических моделей. Так вот, если есть такая составляющая, можно попробовать «Геном Кэпитал». Из фондов, с которыми я лично сотрудничала, но, к сожалению, дальше сотрудничество не пошло, это «Юникорн Кэпитал». На сайте стоит плашка, что они относятся в том числе к «Минбромторгу». Но у них есть работающий проект по фармсубстанции, который они заключили в прошлом году, и инвестировали туда на начальном этапе 50 миллионов или около того. Поэтому, в принципе, выходы есть, но надо очень сильно постараться. Традиционно начну разбор со своих грабель, на которые мы наступили. Я не общался с «Геном Кэпитал», здесь не скажу. Зато с кем мы работали, давайте тоже без названий все-таки, чтобы потом не пришлось... Записывать извинения. Да, отдельно потом. Это было несколько фондов. С одним из них мы продвинулись дальше, чем с другими. Но ни один фонд не привлекал экспертов, которые задавали бы адекватные медицинские вопросы. Именно из той категории медицины, с которой мы работаем. Условного патологоанатома они им привлекали. А почему-то, когда нужно было сделать отзыв от экспертов из отрасли, уже нас спрашивали, с кем поговорить. Соответственно, с одной стороны, это, конечно, удобно, что мы можем, грубо говоря, чуть ли не манипулировать данными, подставляя, по сути, довольных клиентов. Хоть мы так и не делали. Вопросики уже появляются. Если у вас фонд, если вы постоянно работаете в этой отрасли медицины, у вас же, наверное, есть какой-то свой пул экспертов, мнению которых вы доверяете, с кем вы уже не раз работали, кто участвует в ваших мероприятиях. Поэтому, если вы называетесь фондом, который вкладывает, в нашем случае, в реабилитацию, ты, наверное, хочешь услышать знакомые фамилии, ну, если не в борде этого фонда, то, как минимум, в экспертах этого фонда. А выясняется, что люди, которые в экспертах этого фонда, не понимают, о чем ты говоришь даже. И ты им говоришь, что у меня технология, которая делает то-то, то-то, то-то и то-то. Они такие, а что вообще? И ты такой, а вы точно эксперт? Еще один неудобный вопрос от Алексея Козлова. Традиционно, да. Четвертый, ты кто вообще? Как выглядит этот учебник? Вопрос на пять, да. Как выглядит этот учебник? А если вы хотите получить смарт-мани, когда вы получаете вместе с инвестором еще и какие-то ресурсы от совместных компаний, от их портфельных компаний и так далее, то здесь вы ничего не найдете, потому что, опять, тот же фонд, с которым работали мы, и мы рассчитывали на совместную долгую работу, в том числе со смарт-мани, у них была портфельная компания, которая нам была очень интересна, и мы технологически могли пожениться надолго и всерьез. Так скажем, когда мы попросили нас познакомить и проконсультироваться с этой компанией, вместе с представителем фонда, естественно, да, это были трехсторонние переговоры. На наш вопрос, ребята, где вы берете вот это, вот это и вот это, нам просто тупо скинули ссылку в инете, и мы такие, а, ну, прикольно, это мы уже гуглили, это мы уже видели, а в смысле комментарии какие-то, какое-то экспертное заключение. Мы готовы были делиться своими технологиями, своими инсайтами на совместную тему, но мы не увидели вообще никакой поддержки с той стороны. Из этого мы тоже, в частности, сделали вывод, как компания работает с фондами, при том, что это была уже портфельная компания, и у нее не было никакого желания работать с другими портфельными компаниями. Соответственно, вопросики, а где тут смарт-мани, да, где здесь партнерство, портфельное развитие кратное, да, не только с деньгами фонда, но и с ресурсами фонда. Вот у нас не получилось. У кого получится, расскажите, я с удовольствием послушаю. Может быть, наиболее перспективным сейчас, мне кажется, выглядит стратегическое партнерство вот именно с бизнесом. По ощущениям, это как раз более экологичная история, где нет места грантаежкам, потому что если большой бизнес в проект инвестирует, то не для того, чтобы проект просто проел эту денежку, сказал спасибо и ушел. Если в вашей истории какие-то кейсы, где такое хорошее партнерство, имело место быть, я вот вспоминаю холдинг БСС, ребята сейчас как раз ищут проекты в области эндопротезов, но понимаю, участие крупного игрока, который, скорее всего, возьмет 30-40%, может привести к потере контроля основательно над проектом и к вражде между двумя сторонами в случае, если они смотрят не совсем в одну сторону. Можете такую историю прокомментировать? Обычно ко мне приходят, когда есть MVP с заявкой на патент, обычно я им сразу предлагаю какие-то компании, куда они могут пойти, потому что у меня накоплен пол таких компаний, которые сами обращаются и ищут стартапы. Вот в этой связке компания-стартап чаще всего в фонд редко участвует почему-то. Для стартапов, мне кажется, правильно определить, что они хотят. Хотят сами, это действительно выжившие, которые прошли весь путь, набили шишек. Это те самые проекты, которые выжили и озлобились, да? Закалились. Ну да. У них чаще всего получилась такая ситуация, что они приходили к фонду, фонд им отказывал, и методом исключения они понимали, что надо что-то с этим делать, откуда-то деньги брать. Соответственно, начался обход компании, возможно, какой-то краудфандинг и так далее. 3F. В некоторых случаях знаю человека, который продал квартиру ради своего детища. Такое до сих пор бывает. Да, не к сожалению или к счастью, но это вот мне тоже показатель. Но возвращаясь к истории с грантами, гранты и фонды необходимы, чтобы поддержать стартап, наверное, опять же, в метехе, как я вижу, на каком-то первичном этапе. Гранты и венчурные фонды, да? О том, мы всеми говорим фонды, имея в виду и те, которые гранты выдают, и венчурные фонды. Поэтому я бы уточняла уже. Да, но смысл в том, что в метехе, как раз из-за того, что есть большой разрыв у финансирования надоклиники и клиники, получается ситуация, когда фонды и фонды, дающие гранты, венчурные фонды, заинтересованы в небольшом вливании. А это может происходить конкретно в метехе только в самом начале, в стартапе. И все заканчивается тем, что стартап в самый свой затратный период вынужден проживать один. Получается ситуация, когда индустриальный партнер не готов еще брать, потому что он заинтересован в стопроцентной гарантии, что все пойдет хорошо. История с отрицательным результатом по неокруному вообще никакого случая не интересна. А фонд таких денег, особенно клинические исследования, дать не может. И вот этот разрыв, не представляю, как можно ликвидировать, кроме как индустриальный партнер будет заходить, действительно выкупать этот стартап, возможно, со всей командой, которая будет оказывать консультационную поддержку, и потом его уже вести. И в этом случае стартапу придется смириться с, может быть, каким-то чужеродным телом в своем кабинете и в учредителях, чтобы его дитя дальше хоть в каком-то виде существовало. Такое тоже бывает. И вот, наверное, этот путь самый перспективный. Ксения так говорит, как будто собирается завершать подкаст, но это не так. Алексей, как ты прокомментируешь? На мой взгляд, главное отличие индустриального партнера от фонда, индустриальный партнер заинтересован в том, что вы делаете в технологии. Опять-таки, я со своей колокольной говорю. А венчур интересен только в деньгах. И им по барабану, что вы делаете, сколько вы ресурсов в это вложили, силы, душу, здоровье. Миссия ваша им тоже неинтересна. Да. То есть фонд, когда заходит к вам, он понимает, кому он уже через сколько и за сколько он это продаст. По крайней мере, искренне на это рассчитывает. Ксения абсолютно правильно сказала. Это такие же люди и их работа заработает на вас денег. Поэтому, если они приходят к вам и дают вам 2 рубля, вы тебя не должны с иксами. И никак иначе. И это их работа. Иначе они сделали плохо и у них будут такие же проблемы, как у вас, когда у вас нет денег. Индустриальный партнер, опять-таки говоря, со своей колокольной, могу сказать, что здесь, ну, давайте сразу с историей, а мы не забирали компанию. У нас есть прекрасный партнер Масл.Ай, Мила Улыбина с ее продуктом. Мы познакомились в Ингрии, не так долго даже и вели какие-то прям переговоры, переговоры, подружились и поняли, что у нас взаимодополняющие технологии. Мы договорились с этими частями поменяться, а потом мы вообще придумали совместный продукт, договорились о том, что мы будем распространять совместно на разных рынках или под разными частями и, в общем, продолжаем двигаться дальше. Это прекрасное партнерство, я считаю, чуть ли не эталонное. И мы не забирали ничью компанию, мы не заходили туда никами, мы делаем совместный продукт. Да, у нас может быть какая-то не совсем популярная история и затраты на совместный продукт не очень высокие, и мы смогли их покрыть самостоятельно. То есть, мы выступили здесь инвестором, профинансировали живыми деньгами ту разработку. Мило, за что и честь и хвала ее команде, управляли нам ценник, как это было бы, если бы это была просто заказная разработка. Мы понимаем, для них это не доход, это развитие их технологии во многом. Вот она взаимная заинтересованность. И овцы целые, волки сытые, и все довольны. Наверное, в чем-то похожая история компания Citroen и Peugeot. Если не ошибаюсь, Peugeot покупала Citroen трижды. Толпа людей из Citroen сделали прекрасную подвеску, она нужна была Peugeot, и их купили вместе с командой. Потом они оттуда радостно сбежали, придумали теперь новую еще какую-то прикольную штуку. Их снова купил тот же Peugeot. И так повторялось не один раз. Это тоже может быть нормальная история развития, но опять-таки это только подтверждает то, что ребята делали технологию, и их покупателем был технологический партнер, индустриальный партнер, которому нужна была именно технология и ресурсы, которые вели к созданию этой технологии. И они понимали, что вместе это станет дороже, а не как фонд. Я ни в коем случае не агитирую работать против фондов, просто понимая, что вы идете к фонду, отдавайте себе отчет не только в своей потребности, но и в потребности того, кто сидит по другую сторону стола. Если его потребность в деньгах, как это будет с венчуром, не стройте иллюзий, что им прямо очень интересно, сколько вы положили силы времени на ваше детище. Как было в одном из фильмов, я понимаю, что твой проект это твой ребенок. Убей своего ребенка! Но по сути, отбросив то, что это неэтично и так далее, это во многом будет похоже на работу венчура. То есть венчур заходит, он от вас требует капитализации, увеличения стоимости компании, увеличения дохода и тех показателей, по которым вас оценивают. Если это доля рынка, значит завоевание доля рынка. Если это технология, это патенты. В любом случае, это только про деньги. Если вы работаете с технологическим партнером, которому интересно, сколько он заработает вместе с вами и с вашей технологией, рассказывайте про другое. Не нужно путать теплое со сладким, это разные вещи. Спасибо, Леша. Что еще хочется обсудить? Буквально пару слов. Сейчас создаются разные медицинские акселераторы, целью которых является развитие медпроектов. По идее, они могут помочь с выходом на те самые крупные компании, с которыми может случиться какое-то прекрасное взаимодействие. Хочется у вас спросить, какие акселераторы вы знаете. У нас в Ингрии, например, было такое очень благотворное взаимодействие с акселератором центра Пирогова московским. Там наши резиденты, M-Vision, пилотировался на их базе очень успешно. Мы даже статью потом написали. Ну, в общем, хочется от вас услышать какую-то обратную связь. Ксения, может быть, ты тоже отдельно нам скажешь. На самом деле я сотрудничаю плотно с технопарком Ингрия. Также могу назвать Сеченовский акселератор. Там даже скорее не по Митеху, а уже по медицине. Стартапы туда приходят, в основном, конечно, студенческие. Есть стартап-лаб в Москве. У них было несколько проектов, но я так понимаю, что это такие какие-то случайные, рандомные, залетные проекты по медицине. И когда они увидели план-график, особенно с клиническими и доклиническими исследованиями, больше я от них не слышала. И сейчас открывается стартап-студия, именно стартап-студия для студентов на базе МИУ, это уже университет Алмазова, но она пока только начинает работать, но я думаю, там будет интересно, потому что у них хорошая, большая клиническая база, и, естественно, есть эксперты. Это что касается Питера. Еще могу добавить Алмаз, Капитал. Раньше работали, когда я был молодой и кудрявый, с медтехом в том числе, и были тоже очень активны в поиске новых проектов, а их руководитель просто красавчик. У него экспертиза гораздо шире, чем у многих экспертов других фондов. В одном из предыдущих подкастов ты про акселератор Сбера говорил, может быть, напомнишь нам? Сбер из того, что видел, из того, что знаю, действительно забирает очень много компаний, но я не видел еще ни одного успешного, так скажем, развития этих отношений. То есть они, да, там понабрали себе то, что стильно, модно, молодежно, там есть искусственный интеллект. Если вы на это напишите, это уже будет интересно Сберу. И другие матерные слова, которые сейчас очень любят использовать маркетологи, называя старые вещи новыми именами, это можно показывать фондам типа Сбера, у которых это, во-первых, а поток, во-вторых, экспертиза, скорее всего, не позволит под достоинством оценить ваш проект и там наличие, неналичие, натягивание совы на глобус. В-третьих, плюс-минус пара мультов, которые они на вас потратят, прояли не сыграют, потому что у них капитализация боепоказателей гораздо выше, чем вы, просто на масштабе. Тогда, да, это отличный план и, возможно, неплохой вариант в плане привлечения денег, но тоже, скорее всего, не рассчитывайте на какое-то откровение. Если правильно помню, был неплохой акселератор у МТСа даже, не скажу за медтех, но, как у Яндекса в свое время и других таких корпораций, много проектов, которые забирают или ради технологии, которая потом будет сожрано и адаптирована, или просто сама компания станет очередным Яндекс что-нибудь там, МТС что-нибудь там, Сбер что-нибудь там. Ни хорошо, ни плохо, просто как вариант, достаточно даже адекватный во многом. Хорошо. Лично мне хочется закончить фразой, которую я услышала от Юлии Гукиной, кстати, подкаст с ней можете искать у нас на платформе. Сила воли – это вера в себя. Без веры не бывает любви, а без любви не бывает медицинских проектов. Красивое завершение? Да, но почему-то у меня в голове насколько же ты отчаялся, тебе к фонду. Алексей, есть ли вам что добавить? Я, по-моему, это уже говорил как-то, но мне все еще нравится и, по-моему, все еще в тему. Бренд – это наследие предков, перед которым ты отвечаешь головой. Сказала моя жена, подписываюсь под каждым словом, и если вы всерьез рассчитываете на создание своей компании и подписываетесь под этим, в том числе, возможно, своим именем, вы отвечаете головой. И если вы поручаете управление своей компанией кому-нибудь, например, фонду, помните о том, что будет потрачена не только ваша компания, но и ваше имя. Спасибо всем большое. Слушайте нас. Просто слушайте нас. Ставьте лайки и вот это вот все. Что еще там правильно говорить? Колокольчики ставьте. Не слушайте нас на ночь. Всем пока. Счастливо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok